приветствую всех на моем канале начинающим кулинаром навис кокс хочу поделиться с вами рецептом грузинского национального блюда суп харчо для его приготовления нам потребуется говядина лучше брать грудинку нужно полкило мясо помоем зачистим от пленочек нарежем на кусочки по 35 40 граммов и эти кусочки поставим вариться также потребуется на полкило мяса пол стакана риса я его заранее промыла и замочила также необходимо несколько зубчиков чеснока две-три луковицы 1 помидор сушеный острый перец возьмем лишь маленькую часть то есть мы не целый стручок будем класть а приблизительно ну пол сантиметра где-то всего лишь навсего маленький кусочек также нужно будет томатная паста красный острый перец сушеный 2 3 лавровых листочка базилик сушеный к сожалению у меня нет сушеных тхемали но я решила выйти из положения у меня есть клюквы и буквально несколько ягод я отожму просто сок клюквы чтобы придать благородную кислинку потребуется также аджика кориандр молотый и сванская соль из зелени конечно же кинза и так повторюсь начинаем с того что мясо моем зачищаем от пленочек нарезаем на кусочки и ставим вариться мясо закипело и нужно обязательно убрать пену мясо поварилась 15 минут и теперь мы добавляем рис лук необходимо измельчить растопим кусочек сливочного масла и обжарим на нем лук чеснок можно пропустить через пресс но мне больше нравится когда его раздавишь ножом и затем мелко порежешь он более душистый чеснок я разделила на две части одну часть я отправлю к луку а другую положу в конце варки суп обжариваем лук с чесноком и после того как наш лук станет золотистым добавим сюда помидор и томатную пасту так я добавила помидор томатная паста можно добавить две ложечки бульона из кастрюли ягоды клюквы я просто раздавила ложечкой мне нужна кислота из них и теперь пришел черед всех специй все специи добавляем в нашу зажарочку на сковородку и так я добавила все специи перемешаю теперь добавляю аджику из баночки буквально треть чайной ложки я обязательно укажу в инфобоксе количество специи для тех кто не очень любит острое все перемешиваем и отправляем в бульон все перемешиваем и даем повариться 10 минут в конце как я говорила добавляем чеснок и еще даем минутки 2 прокипеть чесноком нарезаем кинзу и так наш суп готов посыпаем зеленью кинза и наслаждаемся харчо готовьте разнообразную пищу это необходимо не только для того чтобы вкусовые рецепторы разные работали но еще это очень полезно до новых встреч на моем канале пока